Всем привет! С вами Атси, и перед вами такой же бредоголовый монах Цзэн, как и прежде, а это значит, что у нас очередная третья серия прохождения Jade Empire. Ну что ж, как вы помните, мы закончили на том, что Гао и Мастер Ли что-то там не поделили. Ну что ж, давайте пойдем посмотрим. Да, готов. Насколько... хотя нет, по-моему я еще один квест не выполнил. Давайте быстренько сбегаем и... я даже побегу в режиме концентрации, чтобы... чтобы это заняло меньше времени. По-моему, где-то на пляже еще один квест был, о котором я мог вполне себе забыть. Или это было в какой-то другой игре. Это у BioWare, кстати, очень похожие между собой игры, и... у многих есть похожие моменты между собой. Поэтому... да-да-да-да-да, я тебе верю. По-моему, вот как раз этот дед... или... кто ты? Не, подожди, старик Мин вроде не хочет. Ага. Да-да. Не, по-моему, не он. А кто же, кто же, кто же? Кажется, кто-то на пляже квест мог дать. Ты? По-моему, я все-таки нашел его. Куткосы, биво я, воно я, и фу-бы я оттал, выкинул. И как я, воно как я, вовсе я, вовсе я... Я могу удолжить тебе денег, я ж... я ж... смотри, я прирожденный ростовщик. Как и все дзен-буддийские монахи в этом... Китае. Ага, Гао старший, как всегда. Я могу поговорить с его сыном? Ясно. 20 монет. У меня их целых 700. Так, у нас, как вы помните, наиболее прокачено все-таки на данный момент обаяние. Поэтому я уверен, что ты сможешь вернуть. Это сделает свою жизнь гораздо легче. Гао's father не хороший человек, чтобы угрозить. Да, да. Воу-воу-я, куку-анья-симя-я-я. Окай. Ну вот. Ради срока опыта мы так далеко бежали. Стоило ли оно того или нет? Неважно. Главное, что мы выполнили на один квест больше. А это многого стоит на самом деле. Я вообще стараюсь игру от BioWare проходить максимально подробно. То есть, все сайд-квесты, которые только можно. Возможно, тут еще с кем-то можно поговорить. Но я такого не помню на самом деле. Хотя я эту игру, да, очень давно уже проходил, но тем не менее. И помню только у нее начало. Что очень странно. Под конец там... Ладно. Так, ну что, давайте сохранимся. И... Продолжим наше обучение. Нас отправляет мастер людей куда-то. В пещеру. Ты закончил все свое бизнес с твоими студентами? Я надеюсь, что на следующий день... Да, я готов. Охренеть, он джедай. Я слушаю, какой следующий шаг. Завязка в стиле BioWare. Естественно. Охренеть. Это, видимо, отсылка к Цуньзы. Оно выглядит похоже на Цуньзы, кстати. Если не считать шрамы. Да-да-да-да. Зачем скрывать, что ты брат императора? И зачем вообще слушать эту длинную болтовню? Я хочу морды бить. Я ж... Я ж монах. Ну, по крайней мере, монах-дзен-монах. Охренеть, у тебя еще и третий брат есть. Вот это поворот. И сейчас мы посмотрим кинцо. Не-е-е-е-ет. Ну-о-о-о-о. Не-е-е-ет. Блин, неплохо он дерется Блокирует мячи руками Кстати, этот мужик похож сейчас на Хатабыча из нового фильма Такой же упоротый Типичные злодеи китайского фэнтези Как он мог что-то слышать? У него шлем на всю голову на самом деле Попробуйте вообще найти на голову подобный шлем И что-нибудь услышать Уважуха такому самураю Который в таком шлеме все хорошо слышит Вот так вот монах Дзен попал к мастеру Ли Вот такое вот кинцо И теперь мир может быть со мной Ассасин на пляже был лотус-ассасин Министерства смерти И больше будет появиться Так... У... Свои люди были гаардианы Но мы не были понятны О чем? О чем? О чем? Долгие Когда один играешь А это не так заметно Ох... Ох... Я никогда не встречал его Но я знаю, что ни одного живого, кто имеет Слышную энергию, который поддерживает его Ты говоришь, мир может разделить твою судьбу Что ты имеешь в виду? И как вообще выйти из этих диалогов? Я хочу уже отправиться в пещеру и замочить всех нафиг Я хочу морды бить Эээ... Не слушать диалоги Ммм... Продолжай Это у меня в контакте, если что И это у меня Да-да-да-да-да Теперь все проясняется Вообще-то я не совсем это имел в виду, но... Ну ладно Все спириты сделают свою присутствие в виду Мы не именны, но я оставил тебя Первый ассасин нашел из-за accident Следующий атак не может быть так нефокусирован Чтобы исправить мир... Ты сделаешь... Спирит будет сделать все так очки, как они могут быть Только ты должен понять, что внутри Окей, наконец-то сейчас у нас будет хоть какой-то экшен Довольно неоднозначное место, но тут нас научатся И это не будет магии Эээ... Почему эта пещера относится к школе? Окей... Там безопасно? Эээ... Очень обнадеживающе Да, кстати, амулет мы тут получим Да, 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 да Насколько я понимаю, я сейчас пойду туда без предрассветной звезды Буду только один И тут у нас игра любезно сохраняет Эээ... Эээ... Намекает, что... Что тут может быть... Эээ... Немножко опасно Ну что ж... Давайте посмотрим, что у нас за табличка Интересно, как он узнал, что это... Вырезано именно рукой Мастера Али Окей... 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 Опять кулстори Ну ладно... Вода тут очень плохо анимирована, но... Не стоит забывать, что игра очень старая на самом деле Ух ты, там какая-то секретка К сожалению, там ничего полутать нельзя Так... А сейчас у нас пойдут... Эээ... Я думал, он просто в нее посмотрит Ну ладно... Так тоже круто Сначала, конечно же, все надо обшарить В этих бочках часто бывают монетки А монетки это здорово Монетки можно раздавать всяким... Людям... Чтобы повышать свою карму Конечно, высокая карма дает не такие клевые стили, как... Эээ... Как злая карма, но тем не менее... Эээ... За доброго персонажа как-то интереснее играть на самом деле в эту игру И, возможно, даже в одном моменте я поступлю по злобному, чтобы получить злой стиль, потому что он реально крут Но пока что нам легендарного удара хватит На... Большую часть игры Окай... Да-да-да-да-да А вот, кстати, и амулет Заменяет нам инвентарь Треснутый камень воина Тело плюс один Так, опять я не могу... Опять я не контролирую мышку Да-да-да Да-да-да Так, а сейчас поднимутся мертвецы и их, насколько я помню, нужно убивать в стиле Ци Так, а сейчас пока что... А, я не могу в инвентарь зайти во время боя, да? Ясно, значит, будем тратить Ци Е-е-ей Я уже немножко освоился с местной боевкой Вспомнил ее более-менее Ничего сложного здесь, на самом деле, нету Но если так тупить, как я, то, естественно, будет сложно Оп Вовремя У меня немножко Ци кончилось, но Я слегка забыл, что Когда дерешься с призраками, нужно, чтобы было всегда Ци Так, ладно Так, одеваем в амулет Тело плюс один Это здорово, на самом деле Но... Здорово только на первых парах Потом, конечно же, будут гораздо круче камни И вообще, тело нам понадобится Я буду качать тело только в первой половине игры Потом уже Основной упор у меня будет на концентрацию Ну и немножко на Ци Вот это глюки Хе-хе-хе Окай Я, наверное, все-таки буду читать вот такие вот Молчаливые диалоги, потому что Наверняка вам немножко лень читать А мне еще нет Так, ну ладно, понесем амулет Амулет начинает светиться ярче И неожиданно надпись на глиняной печати становится отчетливо видно Мой ученик Надеюсь, ты осознаешь свою важность Неугомонные мертвецы должны найти путь в иной мир Если ничего не изменится, от этого пострадают все Найди источник скверны И искорени ее Это твоя цель И твое бремя Надеюсь, основы, которые я тебе преподал Помогут тебе все исправить Окай Пойдем мочить У нас, конечно, здоровья и Ци маловато Но я сейчас не буду лечиться, потому что Чувствую с сыном важнее Это сохранение автоматическое сработало Потому что здесь, скорее всего, сейчас будет Будет нам немножко больно Блинная табличка такая же, какие встречались вам раньше Надпись также выполнена рукой учителя Не все духи попадают в первобытную ярость Сильная воля не подвластна смерти Эти существа могут оказаться сильнее любого живого противника А разум позволяет им отвлекать и обманывать Если мертвые останутся в таком состоянии Пострадают все Скоро тебе придется покинуть две реки Найди источник проблемы Пусть даже он окажется в сердце империи У меня есть старые друзья, которые помогут тебе Но есть и старые враги Пещера безопасна Помедитируй над тем, что видишь здесь Тогда покинешь ее, все изменится Звучит очень обнадеживающе на самом деле А, я полутать не дали Вот такие вот игры Не дают поиграть Только диалоги, диалоги, диалоги Но тем не менее игра очень интересная И меня в свое время надолго затянуло Вот и... Мы попробуем все это Вонь Вонь Эээээм Расскажи, что тебя мучит Скажи что тебя мучит Субтитры делал DimaTorzok Короче, реинкарнация у них сломалась Хрена себе, безопасно Сейчас замочим его Воу, у меня цы почти нету Ё-моё, да хватит прыгать На самом деле я не хотел прыгать Ну ничего, сейчас мы влепим по щам со всей силы И это здорово Блин, там вокруг столько всего, что можно облутать А я должен смотреть эти ролики Ох, блин Как это всё-таки тяжко Ничего, надеюсь нам потом дадут возможность Сейчас нам предложат научиться кое-чему Кстати, обрати внимание на её руки Такие же, как у того убийцы Ну, у которой нас Который свой корабль припарковал не там, где надо Окей, я тебя понял Окей Да, я монах Я не просто монах духа, я монах цзен Кто ты? Нет сил ответить, но сейчас такой долгий монолог залепит Да уж На самом деле Пламя, оно не такое полезное в этой игре Более полезна магия льда Она не только урон наносит, но ещё и замедляет многих врагов То есть некоторые к нам даже не смогут подойти А если мы будем ещё пользоваться нашим посохом То это вообще будет некоторая имба Но я всё-таки предпочитаю драться в стиле легендарного удара У него тоже, конечно, дальность позволяет ударить, отбежать, ударить, отбежать Если замедленные льдом враги, то это очень даже здорово Я выбираю лёд Да-да Но Гао не разрешает он использовать Окей Вот видите, мы последний Последний монах духа Но это нам всё приснилось на самом деле Ничего этого на самом деле не было Эх Или было Получен стиль Сила льда Так, но сейчас мы поднимем уровень Как раз Как раз когда у нас появился новый стиль Так что давайте поднимем уровень И Качаем два в разу И один в дух Пока что будем качаться Более-менее сбалансировано Потом, конечно же, на здоровье начнём потихоньку забивать И основной упор у нас будет на разум Я думаю, это не самый удачный билд Но для меня он подходит Ого-го-го-го route Ого-го-го 5 очков только Не густо, конечно Ого-го-го Каждое увеличение А, уменьшение расхода ци. Вот это, конечно, нам пригодится, потому что у нас ци не очень много. А также... Длительность нам нужна. И, конечно же... Расход нам куда важнее, а остальное очко мы потратим на... На ци урон в легендарном стиле. Потому что против призраков драться нужно с помощью ци. Так, ну вот. Более-менее так чуть-чуть качнулись. Здесь мы можем кое-что прочесть. Получить немножко халявной экспы. Это очень здорово. А что я сейчас должен делать? Наверное, лутать. Просто брать и лутать. Вы получили стальная ладонь, наковальня. Игрок нашел один из трех свитков стиля стальной ладони. Свиток является частью сокрушительной техники. Ну, на самом деле, стальная ладонь это... Так себе. Но все же. Хорошо, когда есть что-то, что... Так, кстати... Это в технику нам не добавило. Да, ничего нам в технику это не добавило, к сожалению. Ну, ладно. Перебьемся на самом-то деле. Так. А тут у нас камень предусмотрительности монаха и построение тела. Вот это, конечно, здорово. Это очень здорово, потому что новая техника это... Всегда клево. Здоровье плюс три, устрашение плюс один. Вот. То, что нам надо. И... Если навыки, то у нас теперь обаяние девять, интуиция восемь, устрашение восемь. То есть мы можем пользоваться чем угодно. Но у меня будут упор все-таки на обаяние и на интуицию. Так, что тут еще я хотел? Ага, новый камень. Этот камень дух плюс два. Шанс выпадения бонусов ци снижен. Тело плюс один или... А, я могу оба камня носить. У меня попугай проснулся, кстати. Привет. Передает вам всем. Ох. Так. И... Что теперь? И что теперь? Теперь я должен научиться пользоваться этим заклинанием. Обычная атака. А, я не могу его использовать просто так. Мне для этого нужен враг. Да. Ничего, сейчас у меня будут враги. Наверное. Или нет. Что-то меня не научили пользоваться как-то. Вы не находите? И сейчас опять будет кулстори на полчаса. Запасайтесь попкорном. У меня было видение. Она сказала, что последний монах духа. Что-то не хочет. Вы не хотите быть... ...мисленным... ...бой sources я не могу предупредить. Вы люди были враги. 20 лет назад, ...по-мпиро была заморожена в грамоте. Вы люди уважали. Но... ...по-мпиро... 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 ты пытался оставить брата ё-моё я бы я не хочу об этом вообще слушать и это неинтересно мне интересно победить все это мировое зло и возродить все реинкарнации кого сошибись она же мне принадлежит куда она могла пропасть она исчезла спасибо кэп из них у нас пока мы с тобой базарили посетили предрассветную звезду все из-за твоих длинных разговоров ты скамет чёстка окей куда она могла пойти как как так да а там чекистом чиза струн да да начну прямо сейчас о деньги спасибо кстати да 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 и наконец-то длительные диалоги самая длительная часть диалогов закончена и теперь начнется больше экшена гораздо больше экшена морда боя прокачки и прочего веселого интересного то есть можно сказать с этого момента начинается игра но кончается серия поэтому с вами был от си и давайте что ли сохраним игру на новый пустой слот на всякий случай вдруг что то потеряется и как видите мы уже третьего уровня и наконец то с третьего уровня как раз третьего уровня дают нам узды управления меньше диалогов и больше экшена всем пока и ждите новой серии не не Продолжение следует...